Всем привет! У нас в гостях Аделет Жаксыбай. Я очень, всегда очень интересно было с ним общаться и решил попросить его пообщаться и с вами на моем YouTube-канале, на подкасте. Вот. Аделет работает в Google, программистом в Сан-Франциско как раз. Мы сейчас в Сан-Франциско находимся, это одно из зданий Google, здесь рядом работает как раз Аделет. И вот, сам родом с Казахстана, с Павлодара. Вот. Очень много чего интересного, собеседники, думаю, можно говорить. Очень часто, много чему я лично от него учусь, много книг хороших он порекомендовал. Вот. И хотел бы попросить рассказать именно о том, как о своем образовании в школе, в университете, о том, как ты дошел до этого момента, карьере данном. Я уверен, у тебя еще все впереди. И это тоже одна из частей подкаста, это как бы поймать вас на том месте в начале карьеры, пока вы помните еще начальное самое. В том, когда вы будете слишком заняты и очень успешны, будет уже сложнее это. Вот. И тем более, возможно, многим вещам будут забываться. Вот. Так что, да, поскорее дам тебе рассказать о себе. Может быть, расскажешь с самого начала, где родился, где вырос, о школе немного. Ну, во-первых, Телек, спасибо большое, что позвал на подкаст. Всегда очень приятно с тобой общаться. Мне кажется, мы не так давно знакомы, но как будто уже очень давно общаемся. Прям так сразу словили волну. Ну да, коротко о себе. Сейчас я работаю в Гугле, в Сан-Франциско. Мне 24 года. Родом я вообще с Казахстана, с города Павлодар. Родился, на самом деле, я в городе Алматы, потом оттуда переехал в возрасте 2-3 лет. Так что считаю себя с Павлодара. Да, вот я такую вещь заметил, когда в Казахстане был, в Алмате, в Асане, когда говорят Павлодар, какой-то такой бренд есть. Я думаю, что за Павлодар, я просто мало про него знаю. И вот есть какая-то группа людей из Павлодара, и это какой-то у вас, вы какой-то бренд создали, такое ощущение. Кто еще из Павлодара, кого могут знать именно в IT? Ну вот, допустим, в Беерии есть еще несколько людей из Павлодара, очень известных. Один из них, конечно, Куат Есенов, наверное, ты о нем слышал. Он сейчас тоже работает в Гугле, и он в школе был очень крутым олимпиадником по математике, о нем слышали буквально все. Когда я еще учился в школе, я помню, на каждой олимпиаде буквально говорили, вот Куат Есенов, будьте как он. Сейчас он учится здесь, точнее, работает здесь. Учился он в MIT, закончил там PhD. На самом деле, было прикольно его здесь встретить. Ты, получается, с 10 лет слышишь про Куата Есенова, а потом идешь с ним на серфинг. Очень классно. Ну, очень классный чувак. Еще один мой хороший друг с Павлодара, его зовут Женибек Датбаев. Он сейчас работает в Facebook, с ним я знаком довольно давно, мы работали еще в Ипсе одно время. Точнее как, мы работали с ним два дня. Я пришел, через два дня он ушел. Это была такая прикольная история. Вообще, в Павлодаре живет 300 тысяч человек, и получается, в каком-то стартапе в Калифорнии в Ипсе один Павлодарец заменил другого. Ну, мы с ним долго смеялись. Причем, я пришел в его же команду, на его же позицию, по сути. Было очень интересно. Вы как футболисты заменялись. В замену, да. Одного Павлодарца нужно на другого. Прикольно, прикольно. А вы в одной школе все учились? Или в разных? Нет, это хороший вопрос. В Павлодаре есть такая очень сильная школа, называется Восьмой лицей. Я плохо знаю, как она сейчас, но, по крайней мере, лет 10-15 назад мне были очень сильные ребята. И вот, Куат там был, Женебек там учился. Женебек тоже в школе, кстати, занимался олимпиадой по информатике, ездил на IOI. Ну, в общем, в те годы, еще, наверное, за несколько лет до того, как я закончил школу, Восьмой лицея был очень крутым. И о нем знают вот как раз все в Казахстане. Наверное, это и есть часть такого бренда. Поэтому, когда я говорю, что я с Павлодара, у меня все спрашивают, ты с Восьмого лицея? Я говорю, нет. Я, получается, с простой, ну, как простой, со школы, гимназии номер три в Павлодаре. Это такой локальный максимум. Это хорошая школа в Павлодаре, но о ней никто не знает за пределами Павлодара. Классно, классно. И, ну, в таких, в Бэйре, допустим, компаниях, ты первый с этой школы, как ты думаешь? Мне кажется, да. Я даже не знаю никого, если честно. Кто бы вообще... Ну, в Америке, наверное, есть люди, конечно, но в Бэйре, да, я больше никого не знаю. И, когда ты уже начал, отличаться в школе, может быть, и с точки зрения образовательной, или самоулучшения, или олимпиадного программирования, когда ты чувствовал, что уже чем-то отличается? Что ты делаешь? Ну, на самом деле, я бы не сказал, что я там как-то отличался. У меня был, на самом деле, очень крутой класс. А вот мы закончили в 2012 году, и в моем классе было очень много крутых людей, тоже всякие олимпиадники. Ну, все разъехались по разным университетам, с некоторыми я еще учился в университете. Вообще, одна из фишек школы, ну, то, что это было самое крутое, мне кажется, они с первого класса всех отправляли на олимпиады. Буквально, с первого класса? Да. В школе проводится школьная олимпиада каждый год, и в ней, ну, по крайней мере, изначально, все должны были участвовать. И у тебя просто спрашивают, какой тебе предмет нравится? Такой-то. Ну, вот, иди на такую олимпиаду. Ну, это не республика, не город, просто школь, внутри школы. Супер. Ну, мне нравилась математика, я такой, ну, пойду на математику, и, ну, в первом классе там ничего такого не было, какие-то логические задачи. Ну, занимаешь первое место в школе. Да, у меня первое место было в первом классе, и, ну, и вот, и, ну, мне кажется, классная была в этой школе такая ментальность, что ты просто должен ходить на олимпиады. У тебя даже нет выбора. Ты выбираешь себе предмет. Ну, и вот, я занимался математикой несколько лет, довольно хорошо, потом стало хуже, стало хуже, когда пошел шестой-седьмой класс, и там уже не просто какие-то логические задачи, где ты не готовишься, приходишь и что-то занимаешь, а уже надо что-то учить, какие-то неравенства, уравнения, что-то нужно знать. Ну, и почувствовала, что у меня нет подготовки, а потом мне стало скучно, на самом деле, там какое-нибудь докажите кубическое неравенство, ну, ты научишься его доказать, и я не знаю, зачем вообще его доказывать, зачем такое неравенство нужно. Но, школа была очень классно с этой стороны, то, что все ходили на олимпиады, буквально, не знаю, все 11 лет. Прикольно, прикольно, да. И ты программированием занимался по олимпиадам в школе или нет еще? В школе я занимался, получается, где-то до 8 класса занимался математикой, у меня так нормально получалось, иногда не получалось, а потом я понял, что мне немножко скучно как раз вот эти все неравенства доказывать, которые, ну, вроде прикольные, но какого-то приложения у них тяжело найти. И я подумал, ну, перейду на информатику, ну, это похоже на математику, но можно что-то сделать на компьютере и сразу видишь результат. Ну, и плюс, я уже программировать умел неплохо в то время и у меня переход такой был легкий. Прикольно, прикольно. В каком классе? Поздно, на самом деле, в 10-м. А, окей, я так и не перешел, я на математике остался, но почему-то программированием какой-то толчка, наверное не было, не занялся. Ну, математика мне нравилась, как бы, и учитель мне нравился, как-то остался математикой заниматься. Но у меня нет, не было такого вот для карьеры нужно. У тебя было такого, чтобы там для карьеры ты занимался олимпиадной? Или просто все этим занимались? Именно по программированию? Да, по программированию. Нет, я про карьеру тогда вообще не думал, а я вообще пришел интересно с математикой, я просто до этого пару лет делал компьютерные игры. А, лава. Делал и там продавал немножко. То есть, я программировать умел, но до сих пор ходил на математику, а потом подумал, ну, что-то на математике скучно, программировать я умею, перейду на олимпиады по информатике. Ну, и так я и перешел. Когда ты уже игры продавал? Я их делал в восьмом и девятом классе. Продал, грубо говоря, я одну игру в девятом классе, и там еще несколько игр, там было что-то с рекламой. Прикольно. А что за игра? Там их было несколько. На самом деле, есть такая очень прикольная программа, называется Game Maker. Она такая очень простая, то есть, если ты ничего не умеешь программировать, ты все равно не можешь делать игры. Там буквально drag and drop, ты перетаскиваешь что-то и говоришь, если чувак пришел сюда, и кнопка нажата такая, он перешел сюда. Ну, я вот в такой программе делал игры некоторое время, но программа на самом деле очень крутая, в ней есть стройный язык программирования, какой-то свой, GCL называется, кажется, он похож на JavaScript. И все, что ты делаешь drag and drop можно делать через скрипт, но только на самом деле удобнее и flexible. И через некоторое время я делал, делал и понял, что как-то скриптом удобнее, перестал drag and drop пользоваться, перешел полностью на скрипт. Программировать я начал где-то в 12 лет. Я ходил на один компьютерный кружок. Он на самом деле был немножко тупой. То, что мы там делали, это чуть-чуть был Photoshop, но в основном мы играли какой-нибудь Counter-Strike. или что-то такое. Но я там познакомился с хорошими друзьями, и они тоже интересовались в принципе этой темой. И кажется, они мне дали диск, в котором был учебник по Паскалю. В то время интернета у нас не было особо, и то есть по сути этот учебник был какой-то сайт просто SaveTest HTML. Но вот он у меня был, я что-то зашел там, вот переменные, вот ИФЛ, всякие форлупы, компилятор там, кажется, на этом же диске был. Ну, я все это поделал, прикольно думаю. Потом я сделал какую-то игру в 12 лет. Игра была такая простая. Компьютер загадывает число, ты угадываешь, ты должен угадать это число. И компьютер просто говорит, твое число меньше угаданное или больше. Ну, что-то типа бинарного поиска. Ну, и вот я помню, что я эту игру сделал в 12, и я типа считал, вот я первую игру сделал в 12. Но на самом деле было прикольно, потому что компьютер уже должен был загадать число, но я не знал, как в Паскале делать рандом. И интернета у меня нет, документации тоже нет, в моем учебнике ничего нет. На самом деле у меня в игре было пять таких за хардкоженных уровней с пятью числами, но было норм. Не, подожди, а ты знал, какой из пяти будет? Не, ну, я-то знал, но если кому-то давать, то он не знает. То есть там рандом не было? Рандома не было, я тогда не знал, как рандом сделать. Супер. Сейчас такой проблем у меня, сейчас интернет везде есть практически. На самом деле было прикольное время, вот у тебя учебник по Паскалю, и это уж какой-то кладезь информации, а сейчас у тебя все есть в интернете, но ты это не ценишь. На самом деле есть плохая документация, когда никакой интернет не поможет. все равно есть какой-то API, и плохо документирован, приходится тоже изобретать, как с помощью этого API делать, что тебе реально надо. Да, прикольно, прикольно. Вот, и в университет, когда, как ты поступил и в какой? Поступил я в Назарбаев университет, это получается новый университет в Астане, ну как, в 2010-м основан, и он такой Western-стайл, там все профессора в основном американцы или англичане, ну получается иностранцы, все на английском языке. Когда я поступал, это был их третий год приема. Ну, я подумал, вроде звучит неплохо. Подал, поступил. Это Computer Science тоже был третий год приема? Это был третий год приема, но там все интересно, в этом году университете учатся обычно пять лет, первый год это английский, а потом четыре года как обычный бакалаврят. Получается, когда я поступал, это был второй год тех, кто учился на Computer Science. Ну, то есть, те, кто учился на Computer Science, они закончили вот этот Foundation, как он называется английский, и вот на второй год переходили Computer Science. мне повезло, я, кстати, этот Foundation пропустил по вообще случайным обстоятельствам, и получается, я был первокурсником, а самые старшие люди в университете были второкурсниками. Интересное время было. А как ты английский выучил туда? Как я выучил английский? На самом деле, интересно, я языки вообще не люблю, точнее, раньше вообще не любил. Ну, мне казалось, в них логики нет, как-то нужно просто запоминать, это слишком как-то неинтересно. у меня было две четверки в школе вообще, ever, по казахскому и по английскому. Английский я почти не знал до восьмого класса. Ну, на самом деле, я знал много слов, потому что я в игры играл, но я не знал грамматику. В девятом классе был такой тест, называется ПГК, в Казахстане он есть, может, сейчас уже нет. Но, в общем, это как такой рубежный экзамен, и там было три каких-то предмета, один из них был английский. Ну, я подумал, ладно, что-то делать нечего, придется выучить английский. И, ну, в тот год, именно для этого экзамена, я неплохо прокачал английский, именно грамматику. Ну, потом я еще в десятом классе походил на курсы английского, и в одиннадцатом уже готовился к IELTS, когда надо было на старую в универсию поступать. Ну, и, в принципе, все. На меня похожа история в отношениях, да. В школе было не так сильно. Ну, знаешь, мне очень понравилось насчет игры, нелогично кажется. Мне итальянский язык, когда начал изучать, я начал, мне начали нравиться языки, потому что там оказалось очень логично. Потому что у меня та же самая проблема с языками. Кыргызский, русский в школе учили, английский. Нелогично, потому что английском фонетика очень нелогична. Там куча историй просто перемешана с разных языков. Кыргызский язык не так хорошо преподавали. Русский язык тоже почему-то не сильно понравился. Итальянский показался очень логичным. После вот этих трех языков итальянский у меня прям кайф мозга был. Я его изучал не потому, что куда-то хотел уехать или еще что-то, потому что мне именно логика нравилась. Так что тем, ну, я думаю, испанский похожий и может быть французский наверное очень похожий. Там по-моему в французском сложнее грамматика. И там больше правил произношения, но они строгие. И вот в итальянском тоже, там пару правил произношения есть, но они строгие. И вот это меня очень привлекло. Именно вот то, что ты говоришь логичность. Надо как-нибудь попробовать. Не все языки такие, да. Вообще, наверное, после английского чуть легче уже такие соседние языки учить. Да, это тоже помогает итальянского. Допустим, там было слово «вапоры». Что-то «вэйпор». Это как бы. А, ну да. Да, как бы. И вот это приятно, что ты читаешь как будто английский, но более логичный и ты знаешь, как любое слово читается, даже если ты никогда его не видел. В английском, если ты никогда не видел слово, ты не знаешь, как оно читается. Как бы, потому что оно взаимствовано. Там строгое произношение? Нет, в английском взаимствовывается. В итальянском строгое очень. Там единственное вот есть там Gucci, видишь же там? C-A это «чи». А если Lamborghini, G-H-I. Если ты H добавляешь, то становится твердым. Гинни, не Lamborghini. Окей. И там, ну в общем, вот это вот и все, одно правило, H, если добавляешь, то тверже. Я упрощаю, конечно, пару других правил есть, но в принципе в моей голове примерно так. Расслабишься, читаешь, как читается. Да, ну несколько языков таких есть, как пишется, так и читается. Но вот именно грамматики, но на самом деле больше, чем в английском. Но логика как бы более логична. Мне кажется, в основном это из-за фонетики. В моей голове английский нелогичный, но это мне кажется из-за фонетики. На самом деле грамматика довольно простая. Ну интересно. На самом деле мне сейчас английский очень нравится. Может, не знаю, один язык раз в 20 лет учить будет нормально. Классно. Окей, насчет английского языка понял тогда. И Назарбаев университет, в общем, какие впечатления? Не, на самом деле мне прям очень понравилось там учиться. Я вот думал, если бы я еще раз пошел на бакалавриат, я пошел либо там какой-нибудь Гарвард-Стэнфорд, либо обратно Назарбаев университет. В что-нибудь в что-нибудь in the middle я бы, наверное, не пошел какой-нибудь там. Вау, это боже. На самом деле там хорошее образование и очень хороший аспект, который мне нравится, это комьюнити. Ты, по сути, в своей стране, ты знаешь очень много очень крутых людей со своей страны. Круто. Я вот первый раз посетил Назарбаев университет в этом году и меня встреча, ну, человек 100, наверное, пришло студентов в компьютер-сайенс и я до этого посетил очень много университетов. Я в Украине посетил университеты. В итоге 14 университетов где-то за 3 недели где-то. Очень прикольно было сравнивать и в Назарбаев университете, ну, английский, безусловно, очень сильный среди всех университетов. Назарбаевском и вот где я учился тоже сильный английский и там очень класс, очень много вопросов задавали. Много людей не стеснялись вопросов задавать прямо вот так, как будто меня расстреливали, вот так вопросы выстреливали. Во многих университетах было просто один еле-еле там, ну, как бы страх какой-то есть. Вот это очень понравилось, что люди такие уверенные в себе и боятся задавать вопросы. Это мне кажется очень важное качество. Но там много, мне кажется, связанных качеств с этим есть. Вот это меня впечатлило, конечно. Ну, и сами вопросы были научно сильные. Когда про воздушные шары еще что-то рассказывал, люди знали очень много чего. Классно. И очень большой процент. Потому что в любом университете какой-нибудь есть один-два человека, они так чувствуются они впереди, они там какие-то книжки непонятные читают. они обучали о том, чем я занимаюсь. Это было классно. Вот, да, я тоже был впечатлен. И тебя полностью оплачивали? Или тебе нужно больше платить? Нет, я вообще не платил. Вообще на отрываев университет такая интересная модель была. Ну и сейчас наверное есть частично. когда я поступал на бакалавриат на все специальности брали всего 500 человек. Ну это очень мало. И но зато всем 500 человекам все оплачивалось. Абсолютно весь тюишн, общага. Ну получается все такое. То есть я вообще ничего не заплатил. Ну может заплатил долларов 200 за какие-нибудь студент взнос за все годы и все. Сейчас вроде есть какие-то платные части и больше людей принимают. Но в мое время было так. Ну и сейчас насколько я знаю примерно так. Это мощно. Вот тоже мы с моей женой учились но я намного больше чем она платила на максимальной ставке было там тоже очень мало платила бесплатно и да тоже такое ощущение что на самом деле очень много чего научили базовым навыкам и когда она за рубежом уже работала в принципе как бы наравне была даже некоторые вещи лучше там Excel Microsoft Office ее называли там Excel Guru или что-то в этом вроде мне кажется да прикольно что ты сказал что или Назарбаев университет или сразу Гарвард Стэнфорд но там цена будет другая совершенно а вот посередине иногда может быть не стоит тоже да интересный вопрос да классно классно и я думаю как бы после этого после университета Назарбаев какая была первая работа сразу зарубеж да я работал в EPSI такой стартап здесь вот я туда уехал ну не сразу я там немножко были визовые вопросы но как все получил так сразу уехал ты узнал про EPSI через друзей да у меня много друзей было которые в EPSI наверное основной мой такой друг и point of contact был Сергей Макогонов он был у нас в университете кочем тренером по олимпиадному программированию первый год два ну и то есть к нам приходил лекции читал и потом вот уехал в EPSI ну я с ним потом еще как-то виделся когда сюда на стажировку приезжал ну и вот в принципе я знал что он там работает там еще кто-то работает и ну я решил подать вообще у меня почему-то такая идея была что я как университет закончу так сразу уеду за границу ну точнее в США ну и так и получилось вот в EPSI и оффер я получил еще в университете прикольно вообще я изучал много историй центральноазиатских и EPSI это очень необычная такая вещь потому что может расскажешь коротко чем занимается EPSI да EPSI это такой стартап слэш уже такая более established компания здесь в Калифорнии ну в Силикон Вали возле Сан-Франциско она занимается такой штукой которая называется Makeup Subscription то есть люди платят 10 долларов в месяц им приходит набор косметики персонализированный под них там 5 предметов обычно и ну и прикол в том что косметика под тебя персонализирована 10 долларов это на самом деле очень дешево здесь особенно вроде за косметику и если посмотреть на цену того что тебе присылают цена на самом деле очень выше намного выше если ты пойдешь и в магазине просто купишь ну где-то долларов 40-50 даже может выше но это потому что у EPSI хорошие договора с такими большими компанией на самом деле это очень популярно стало здесь в Америке в США более трех миллионов подписчиков сейчас и на самом деле это меня вообще очень поражает потому что три миллиона ну в основном девушки в основном молодые девушки и если посчитать процент в США где-то 300 миллионов живет то это такой очень большой процент населения оказывается пользуется этой услуга и это прям вообще mind-blowing ну и было интересно я работал в этой компании работал в команде которая называется персонализация team то есть мы разрабатывали алгоритмы там data processing machine learning который делает вот это все персонализация на самом деле про косметику я ничего не знаю там были специальные subject matter эксперты то есть эксперты которые разбираются которые нам помогают а мы просто строим алгоритмы которые ну работают с тем что они проводят то есть они подбирают идеальную помаду для определенной девушки допустим да да на основе пяти помад которые понравились до этого 5 понравились 5 не понравились 11 помада вот такая на основе этих на основе этого плюс там есть еще quiz типа какой у тебя цвет кожи какой у тебя тип кожи какой у тебя цвет глаз и это все как-то взаимосвязано если у тебя там такие глаза тебе подходят, такая помада. Ну, как-то так. Гороскоп. Хорошая идея, кстати, не было у нас. Да, прикольно. Почему EPSI очень необычная, мне кажется, многие недооценивают. Обычно такого размера компаний в Кремниевой долине, они не хотят ждать ребят за рубежа, слишком долго делать им визу в Америке H1B, плюс это лотерея. Это очень сложно. Но мне кажется, там есть один определенный человек, который поменял эту ситуацию. По-моему, это Дженебек Добаев. Да-да. Он был одним из первых инженеров в EPSI, я так понял. И после него он начал привлекать очень много-много казахстанцев. За все время, наверное, сколько там казахстанцев проработало? Я могу посчитать точно, но где-то 8-10. Вау, да. Ну вот это, мне кажется, частично он очень сильно это продвинул тему. Потому что обычный CEO компании бы сказал, зачем нам ждать 9 месяцев с какой-то стороны. Обычно было бы просто, набирали бы тех, кто уже в США с разрешением на работу. А то, что тебя набрали, им пришлось ждать тебя, наверное, визу. Да-да. Закончил университет, да? Я закончил где-то в июне, но приехал я в январе, то есть почти полгода, но там частично виза, частично у меня были свои дела в Казахстане. Ну да, ты прав, это такая хитрая ситуация. Да. Плюс я приехал вначале еще по J1 визе, это такая виза, если ты знаешь, она разрешает приводить людей, как эмплейс, на год. И там нет лотереи, то есть это гарантированно. Это очень проще. И за этот год люди работают там, им подают на уже обычную рабочую визу, H1B. И там уже, ну, люди, если выигрывают, то остаются, если не выигрывают, то, сори, приходится уезжать. Ну классно, что и все это делают, потому что не каждый стартап на это готов. Да, на самом деле это очень супер, потому что буквально единицы стартапа, или таких вообще компаний, которые так делают. Да. И вообще классно, вот Есена Фондейшн, мне нравится, что они пытаются больше стартапов уговорить такое сделать. И там Лия, ну, несколько стартапов они уговорили, и многие казахстанцы сюда приезжают именно по этой программе. Это очень классно. Потому что стартапы, опять же, эту визу, J1 они подадут, хорошо, ну там тоже бюрократия, плюс, потом через год, возможно, вы не выиграете H1B, это риск для них. Да, да. Да, это очень классно. И после этого, значит, J1, ты после этого подал на визу на H1B? Да. Да. А, кстати, вот, извиняюсь, а ты когда интервьюировался, какой месяц был? Ты в июне закончил, ты интервьюировался до этого, наверное? Интервью я прошел в марте где-то. Вау, вот они с марте проинтервьюировали, и ты в январе только начал. Правильно? Ну, да. Потому что в апреле H1B, да, вот это очень интересный вопрос. Это одна из сложностей, как бы, потому что, если ты родился с другим паспортом, 9 месяцев тебя ждать. Представь, как бы, если ты в Америке родился, пришел сразу на работу, через неделю. Да, классно, классно, интересная история. И после этого, после EPSI, расскажи, пожалуйста. Ну, в EPSI я проработал где-то полтора-два года, а потом я перешел в Google. Ну, мотивация была простая, я хотел всегда посмотреть, как работают такие большие топ-IT компании в мире. Ну, и там, Google, Facebook. Ну, вот, я подготовился к интервью, довольно долго у меня заняло, подал во все них, и потом выбрал Google. Вау. А расскажешь, какие еще дали офферы? У меня было 4 оффера в конце. Facebook, Google, Uber и Amazon. Ну, я только 4 он сайта прошел, вот, 4 оффера получил. Супер, классно. А примерно одновременно, да? Совсем одновременно. Ну, это не coincidence, не совпадение, это у меня все так было супер строго. Там, буквально в течение 8 дней я прошел 4 интервью, то есть, каждое интервью через день. И, ну, это я все специально сделал. Во-первых, ты, когда интервью проходишь, ты должен быть, ну, на пике своей формы, именно, как решать интервью, и, понятно, лучше это все в одно время сделать. Ну, и плюс, когда ты в много компаний подаешь, у тебя больше шансов, что ты хоть куда-то пройдешь, а потом, если у тебя есть несколько офферов, ты можешь негашейтить лучшие условия. Супер. Да, я так понял, самые крутые программисты здесь так делают, они одновременно подают несколько компаний, и это очень помогает зарплату повысить. И, да, как бы, это один из случаев. И реально получилось немножко негашейтить? Ну, да, не уходя слишком в цифры, мне помогло процентов на 20, наверное. Вау! Это намного больше, чем я ожидал. Это очень обычно, потому что они обычно строгие, говорят, вот такая зарплата. А если ты им говоришь, что у меня там Facebook, Uber, Amazon, то вау. То есть, вот это вот, насколько важно, что одновременно именно давать. Да, это, это прям очень важно. Да, круто. Но это, да, до этого уровня дорасти, конечно, еще многие. У меня, у меня самого такой ситуации еще не было. Вот. Но я уже ушел в предпринимательство, конечно. Вот. И сложнее было в EPSI попасть или в Google? Какой был более сложный? Или оба примерно сложные, оба примерно одинаково сложные сайтычки были? Нет, в EPSI интервью попроще было. Вообще, из всех компаний, куда я проходил, Google было самое сложное интервью. Как ходят слухи, что в Google сложное интервью, так там и реально было сложное. Мне на самом деле это очень понравилось. Типа вот компания, и она прям очень сложный вопрос задает, ищет там, наверное, очень крутых кандидатов, и, ну, приятно в такую компанию проходить. И, ну, да, на самом деле стоит понимать, что все интервью во все компании большие, и, даже в стартапы уже, в средние, они все одинаковые примерно. Там какие-нибудь задачи на алгоритмы, какой-нибудь дизайн системы, ну, все очень похоже, на самом деле, примерно одно и то же. Ну, понятно, что задачи могут быть где-то сложнее, где-то проще, или там даже, как повезет, ты можешь в одну и ту же компанию подать, у тебя будет, может, сложный интервью, может, попроще. Да, я тоже слышал, потому что, да, и мне кажется, частично это ДНК Google, почему, что Facebook, Amazon, они, в принципе, не так много математики. Ну, Facebook, как вначале, там, фотографии выставляли люди и так далее, Amazon, как бы, книги продавали онлайн, а Google, в корне была математика, линейная алгебра, как бы, алгоритм это был, это сам Google, это алгоритм. Это сложный математический алгоритм, и Ларри Пейджи, Сергей Брин, они, как бы, очень сильно ценят такое. Мне кажется, это прям с ДНК пошло, и оно всегда будет сильным. Uber, там, наверняка, тоже алгоритм, как быстрее выбрать, подобрать машину какую-то. Насчет этого я не знаю, но там интересная вещь, что там фаундеры сами не программировали Uber. Они уже были довольно богатые, они, по-моему, просто кого-то наняли, насколько я знаю. А вот Google, мне кажется, частично это просто исторически откуда пришло. Классно, ну да, круто, конечно, что ты все эти офферы получил. Вот, и в Google ты когда начал? Ну, примерно год назад где-то. Ну, про Google, опять же, да, мне там, очень нравилось работать, но и свои минусы, я тоже многие знаю, тоже зависит от команды. расскажешь немножко именно про твои впечатления? Так, а ты сколько работал в Google вообще? 11. 11. 2007 по 2018. Компания она, изменилась, насколько я слышал. А, ну вот, за мой год, какие впечатления? На самом деле, все реально, ну, очень круто, как все говорят, круто, так и есть круто. Бесплатная еда, там, массажи. Мне очень понравились, там, все developer tools, то есть, там, система для сабмита, система для коммитов, система для кодревью, особенно, ну, чувствуется, что это большая компания, и все эти системы, кто-то очень хорошо, и очень, так, с толком спроектировал, ты просто не думаешь, там, про dependencies, всякие, там, NPM models, ничего такого нет, все очень четко, и все очень быстро, очень хорошо работает, очень много тестов, люди пишут много тестов, очень классно. На самом деле, я вот поработал, и через некоторое время, через пару месяцев ко всему ты привыкаешь, тебе кажется, что так и есть, но я иногда раз в месяц думаю, что, блин, такого, ну, я раньше не видел, и чтобы, например, такую систему, в которой ты запускаешь тесты, и тесты твои ранятся на десяти тысяч компьютерах, такого просто, не то, что стартап, даже какая-нибудь средняя компания не сделает, тебе, ты должен быть, ну, гуглом, или, может, там, фейсбуком, не знаю, чтобы вообще такое сделать, и это все просто, ну, очень круто, вся эта технологическая часть. Все технологии, конечно, разные от команды, в команде, но именно такой, технологический, по всей компании, очень крутой. Вообще, одна разница с фейсбуком, в фейсбуке говорят, плюс, что там быстрее, ты приходишь, сразу можешь запустить что-то. И, ну, там раньше был девиз типа, move fast, break things. Сейчас уже они убрали этот девиз, много критики, но вообще, как бы, это один из плюсов был построен с гуглом, как бы, те, которые с гугла переходили в фейсбук, но, соответственно, с ним и минус, что код не такой чистый, как гугли. Да, Гугл с точки зрения скорости получается медленнее, но с точки зрения вот качества кода лучше. Да, вот еще мой один коллега, Стив зовут, мы с ним очень плотно, тесно работали. Он в гугле работал, потом в стартапах работал и вернулся в гугл. И я ему говорю, ну, почему, да, и почему ты в стартапы не хочешь? Он говорит, в стартапе ты все с нуля делаешь. Да, Гугли, ты вот, за тебя все сделали, ты вот сверху делаешь то, что тебе нравится делать. Вот, и как бы, зависит, если ты хочешь все сам делать и ты не хочешь зависеть от какой-то команды, то лучше стартап, наверное. А если ты хочешь делать конкретно, тебе нравится, машин лернинг или еще что-то, тебе не надо париться со всем остальным. Тест инфраструктура, тебе не надо думать об этом. Да, вот мне кажется, это одна из, разница большой и маленькой компании, и везде есть тоже свои плюсы и минусы. Вот, а про минусы хочешь сказать или какие-то не минусы, может, как-то, что удивило, про что может быть слишком ожидания высокие может быть у тебя? Ну, как, стоит, например, упомянуть, что в Гугле вся вот эта Core Infrastructure, она одна на всех, а сама работа, именно что ты делаешь, очень зависит от команды. Компания уже очень большая, там, не знаю, сто тысяч человек, кажется, и там столько команд, и у меня очень много друзей, которые работают в Гугле, и наши, например, experiences, или то, что мы делаем, они совершенно разные. Ты можешь прийти в какую-то маленькую команду, которая занимается чем-то, и это очень отличается от того, что что-то другое делать. И культура в целом компании везде одинаковая, но есть очень много subcultures, получается, или культур твоих команды. Ну, вот, из минусов, ну, да, в принципе, мне кажется, ты упомянул, иногда компания, потому что она такая большая, она может двигаться медленнее, или, ну, и даже, да, по сравнению с Фейсбуком, насколько я знаю от друзей, Фейсбук у него более на точно, чтобы move fast. Google moves как более консервативно, более медленно. Ну, на самом деле, это не хорошо, не плохо, это просто как факт. Окей, да. Окей, значит, да, мы обсудили плюсы-минусы Google, и очень интересная новость, меня как бы, она, когда ты мне ее сказала, она меня очень удивила, мне очень понравился, понравился твой ход мысли, поделись новостью, пожалуйста. Ну, новость, насколько я понимаю, я поработал где-то год кугле, и сейчас я ухожу из Google, ну, буквально вот новость. Наверное, твой следующий будет вопрос, почему? Ну, это как я спрашиваю, я сам знаю, просто я, когда ушел, после 11 лет, меня куча вопросов задали, почему. Да, да. Если человек уходит после одного года, это еще интереснее, и мне на самом деле, очень нравятся твои причины, но просто, мне кажется, многим будет интересно, потому что для многих было, блин, ты вот попал, почему ты уходишь, раз тебе такое нравилось, но на самом деле, я осознаю, что есть много плюсов других путей, поэтому для меня очень интересен твой. Ну, да, на самом деле, я сейчас почему ухожу, ну, в целом, Google мне понравился за год, и я много чему научился, но сейчас мой ход мыслей, скорее, у меня нет причины уходить, но у меня примерно такой, я не знаю, зачем мне оставаться. или зачем мне вообще здесь оставаться, и оставаться в Google. Ну, еще с Google, такая интересная вообще вещь, как бы, Google, это такая, мекка для программистов, такой самый топ, и на самом деле, там реально очень круто, там, всем советую там поработать, но когда ты туда попадаешь, ты поработаешь, все очень круто, но потом возникает такой вопрос, ну, наверное, такой вопрос везде возникает, зачем, типа, зачем я здесь работаю, или, что еще есть в жизни. Мне кажется, у многих это возникает очень намного позже, у некоторых, мне кажется, не возникает, ну, как бы, комфортные условия, еда вкусная, зарплата, это там, в хорошем городе, там, в Сан-Франциско, когда живешь, на самом деле, это необычная вещь, о тебе, когда я с тобой общаюсь, когда я о своих решениях говорю, ты копаешь, а зачем, зачем, и на самом деле, иногда решения очень интуитивные, там, по накатанным действиям, мы действуем, или по накатанным чаще, вот, ты начал в гугле, и все, по накатанным идешь, или, все люди считают, что что-то круто, да, там, попасть в гугл, в iColminator, или еще что-то, и ты даже подсознательно думаешь, окей, тогда туда надо попасть, и большинство людей, включая меня, часто так думают, и нет такого, что каждую неделю, я думаю, окей, зачем я это делаю, да, ну, да, на самом деле, иногда у меня такие моменты возникают, и это, на самом деле, важный момент, как бы, не обязательно, как бы, чтобы он возникал, после того, как-то в гугле поработал, возможно, не стоит многим в гугл даже подавать, может быть, даже программистам, никому не понравится, кому-то это очень понравится, кому-то, может, сразу не понравится, но вот это очень интересно, что это вопрос рано задал, как бы, через год, вот это очень-очень необычно, я считаю. Ну, да, тут, на самом деле, много интересных вещей, что можно сказать, на самом деле, И мы даже недавно с другом об этом обсуждали, это такая вещь Гугла и Силиконовой долины, и даже Америки в целом. Все считают, что тут очень круто, и на самом деле тут реально круто в целом. И по крайней мере, одна из причин, почему стоит поработать в Гугле, например, или пожить в Америке, ну, по крайней мере, программистам, если ты никогда сюда не попадешь, или ты никогда не попадешь в компанию уровня Гугла, ну, по крайней мере, для меня или для таких же людей, как я, у тебя всегда будет такой страх, что ты чего-то в жизни упустил, или ты не добился того, что считается самым лучшим для программистов. Ну, и на самом деле это так, сюда стоит приехать чисто для того, чтобы понять, что, ну, по крайней мере, для того, чтобы понять, что ты можешь сюда попасть, ты можешь попасть в большую компанию. И после этого у тебя уже такая боли, как свобода, у тебя, тебя ничего не держит. Ну, ты можешь мыслить более открыто. Например, как у меня раньше было, допустим, до Гугла, допустим, если что-то, ты думаешь, что дальше вообще делать. И ты всегда думаешь, ну, наверное, нужно попасть в Гугл. Вот там будет круто. И вот туда нужно делать. И у тебя всегда есть такая цель. Или там уехать за рубеж, попасть в Силикон долину, уехать в Америку. Ну, да, это все очень круто и все очень стоит. И, наверное, если ты этого не сделаешь, у тебя всегда будет такой fear of missing out. Но на самом деле стоит понимать, что вот Гугл и там Силикана долина – это просто места, просто работа. В Гугле очень круто, конечно, но это не значит, что туда попадешь и все, обретешь дзен там на сто лет. Ну, некоторые возможно так и делают. Или ты туда попадешь и это, даже если ты там доволен, это не значит, что это, возможно, самое лучшее, что тебе стоит в жизни, чем тебе стоит в жизни заниматься. Ну, и плюс ко всему привыкаешь к жизни в Америке, к бесплатной еде в Гугле. Это все очень круто, но, возможно, ты ко всему этому привыкаешь и, возможно, это и не главное. Да. Да, это очень философский, мне кажется, разговор. Я рад, что мы его затронули. Но одна вещь, ты говоришь, да, конечно, в идеале лучше попробовать, чтобы не было такого, что вот, там, мне 80 лет, и я вот не попробовал. С другой стороны, допустим, MIT. Я очень уважаю MIT. Если бы у меня был выбор, я бы, наверное, в MIT выступил. И я не прошел, и, в принципе, я думаю, я уже не буду проходить. Я никогда не попробовал это. Я этот, там, самый вкусный плод не попробовал с точки зрения университетов. Но как-то думаю, да, он классный. Но, с другой стороны, я с этими людьми работал. Да, есть сильные стороны по сравнению со мной, но не так, что прям супер, там, что прям внеоблачно. И, ну, лично для меня, как бы, MIT, если взять как пример, как бы, по-моему, зато у меня свои плюсы были, как бы, там, в Аутса, да, как бы. Очень классная погода, там, не знаю, в горы ездили зимой, там, вместе все ездили на иску летом. Очень классный парк вокруг был, Аутса и в центре города. Очень много классных плюсов. Как бы, я, как другие университеты смотрю, там, все равно свои минусы есть, да, как бы. Даже вот Дублин, Гугл и Дублин здесь. Дублин, Гугл здесь больше считается, только сюда все стремятся. Дублин, Гугли, там, тоже классно, очень рядом офис, там, очень международная команда. Мне кажется, везде есть свои плюсы. И, как бы, да, это тоже интересно. С одной стороны, конечно, в идеале бы все попробовали, в идеале бы все пожили в Америке, там, я не знаю, год хотя бы. Или, может быть, не только, ну, не только в Америке, там, может быть, на каждом континенте. Но, скорее всего, большинство людей это не получится, да, там, пожить в каждой стране год. Вот. Но это интересно, да, конечно, желательно. Я тоже считаю, это классно, это очень классная цель по сравнению с тем, там, купить машину дорогую. Или Гугл, мне кажется, очень много классного, что сложно объяснить. Именно люди, культура, вот это очень, очень, очень сильная вещь, мне кажется, у Гугла. Вот, да, это, конечно, очень, очень большая новость, очень интересно. Но хочешь поделиться планами или нет планов, или, как бы, с одной стороны, мне кажется, это очень классный этап жизни, где ты можешь спокойно, с чистого листа начать, и ты никому ничего не должен. Мне кажется, многие будут спрашивать, типа, а что дальше, и так далее. Мне кажется, классная вещь, что ты никому ничего не должен, и очень много опций теперь, да, как бы. Да, очень, очень интересная ситуация. Вот. Расскажи просто, как ты об этом мыслишь. Ну, да, на самом деле, я очень рад, и, в принципе, понимаю, что я очень лаки в такой ситуации оказаться. Но одна из причин, это потому, что мне 24, и, мне кажется, у меня еще много времени сделать какие-нибудь тупые вещи. И, ну, время есть. И я понимаю, что потом, через 10 лет, будет намного сложнее сделать что-то другое, или сделать что-то более рискованное. Ну, и плюс, да, одна из, один из таких супер больших плюсов Google, возможно, даже лучший плюс Google, когда ты попадаешь в Google, у тебя лично, наверное, нет, обычно не бывает уже какой-то цели, там, ну, там, попасть в компанию круче Google, потому что уже непонятно, что дальше. Ну, и плюс, все люди, с которыми ты общаешься, здесь, или, там, в Казахстане, или где угодно, ты говоришь, что я работал, или работаю в Google, и все считают, что это круто. Ну, это просто помогает, как твой кредибилити, или помогает, не знаю, найти другую работу в будущем. Ну, насчет планов. Пока план у меня особо нет. Ну, точнее, мой такой краткосрочный план, это съездить в Корею на неделю, а потом вернуться в Казахстан домой, дома пожить, или где-то еще пожить немного. Но плана, по сути, у меня нет, и это даже by design. Потому что, грубо говоря, все эти годы ты учишься, работаешь, переходишь с одной компанией в другую, а сейчас мне хочется создать какой-то такой empty space, когда ты просто, ну, не то, что ничего не делаешь, но у тебя нет таких больших коммитментов, и у тебя сознание намного больше открыто, чтобы подумать, что дальше, какие тренды. Вот, например, мы с тобой недавно о стартапе разговаривали, и вряд ли я бы об этом разговаривал, если бы я не собирался уходить. Ну, и я как раз хочу создать такой empty space, чтобы подумать, что дальше, что делать. Может, какие-то opportunity подвернутся. Если нет, то, может, я куда-нибудь съезжу, там, где-нибудь месяц в какой-нибудь стране пожил, потом месяц в другой стране. Если ничего не подвернется, ну, или если мне это не понравится, то, например, я думаю, в Google, скорее всего, я смогу легко вернуться, и в этом даже есть свои плюсы, например, я вот пожил в Америке, и мне было бы очень интересно пожить в Европе, в Google, а в Европе тоже есть очень много Google офисов, и вообще в Европе классно, так что с этой стороны, конечно, хорошо, что у меня такой риск относительно низкий, что, скорее всего, я смогу вернуться в Google, и, наверное, в Google Европу, если захочу через какое-то время. Но именно по планам краткосрочным я хочу создать такой empty space, когда я особо никому ничего не должен. Ну, конечно, есть какие-то деньги, чтобы некоторое время жить и ничего не делать, может, попутешествовать, и просто подумать, посмотреть, что дальше, и как-то посмотреть на такой bigger picture, и просто пообщаться с людьми, и посмотреть, какие вообще, что происходит в мире, какие есть оппоративницы. Да, классно, классно, потому что иначе ты школу закончишь, общество ждет от тебя, что ты в университет поступишь. Общество ждет, что ты работу получишь. А потом работу получишь, а почему не Google, да, или почему не это? Да, да. И как-то ты делаешь то, что общество от тебя ожидает. Надеюсь, ты постараешься так, как бы... Ну, мне кажется, у тебя это хорошо получается, именно теперь стараться как бы на такие вещи не смотреть. Да, это очень-очень классно. Вот, и, может быть, про Google очень много уже поговорили. Я у тебя лично, чего много учусь, это вот в области саморазвития. Сколько я знаю, ты очень много книг читаешь. Какие ты сейчас книги читаешь, или, может, какие посоветовал бы с точки зрения личностного развития? Ну, это интересно. Вообще, мне интересно, когда с кем-то обсужать саморазвитие. Может, кому-то кажется, что я очень сильно развиваюсь, но мне иногда смешно, потому что у меня тоже бывает очень много дней, может, даже большинство дней. Например, вчера я пришел с работы, подумал, что-то надо делать, но мне стало лень. Я посмотрел какой-то фильм на YouTube. Кстати, очень классную документалку посмотрел там. Что-то поделал, поиграл на гитаре, и потом подумал, блин, я ничего не сделал, и пошел спать. Но, мне кажется, наверное, это у всех так. Только, может, не документальный фильм? Может быть. У меня не такое... Как бы, если я время трачу, то, может быть, политика, она бесконечно можно проходить. Сейчас американская политика интересует. Я стараюсь... Да, я удалил YouTube даже. Facebook я давно удалил с телефона, YouTube удалил с телефона теперь. Так как бы... Да. Ну, это был, наверное, мой компромисс, что я не просто ничего не делаю, смотрю что-то на YouTube. Ладно, посмотри, там, очень классный документальный фильм, называется What About Me, кстати. Там очень круто, такой длинный музыкальный клип, двухчасовой. И там музыка со всех пяти континентов, и там очень много разных культур. Там, не знаю, сотни разных культур, и сотни, там, ну, десятки музыкальных инструментов, и десятки национальностей, даже, не знаю, дюжины национальностей. Очень классно. Так, ну, наверное, ближе к твоему вопросу, к что я сейчас читаю. Сейчас я пытаюсь дочитать одну книгу, которую я обещал подарить своей подруге. Она называется Art of Thinking Clearly. Искусство... Ясно думать. Ну, я ее на английском читаю. Очень классная книга. Ее написал один автор, его зовут Рольф Добелли. И, как ни удивительно, на самом деле, он швейцарец. Ну, то есть, от швейцарцев и от немцев, наверное, можно ожидать, что они напишут такую книгу. Какая-то... Она такая очень прагматичная и очень он-поинт. Книга... Что он сделал? Он написал 99 глав, и в каждой главе он написал какой-то человеческий байас. Ну, байас, это, получается, что-то, что... из-за чего люди неразумно думают. Предвзятость. Предвзятость, да, на русском. Например, там есть такой confirmation bias. То есть, например, я считаю, что вот, допустим, айфон это лучший телефон. И потом, confirmation bias это когда я вокруг хожу и только вижу подтверждение своим, своим ходу мысли. Я думаю, вот, у всех айфон, наверное, айфон реально лучше. Ну, возможно, это так, но именно байас такой предвзятость, что ты ходишь и собираешь доказательства своей убежденности. А есть, конечно, еще много противоречий или много доводов против айфона, там, за Android, например. И confirmation bias, он как раз говорит, что ты думаешь только, замечаешь только то, что подтверждает твою теорию, а все остальное как-то отвергаешь или даже не замечаешь. А разумнее было бы рассмотреть две точки зрения беспредвзятости, как-то равноправно и даже, возможно, если ты знаешь, что ты считаешь, что айфон лучше телефон. Лучше немножко иногда думать, давай подумай, что это не так, давай найдем все плюсы Android. И тогда ты намного более ясно получишь, как картину мира или картину телефонов. Ну и книга очень классная, на самом деле, я про такую книгу думал давно, типа, было бы классно, если такая книга была. А потом, оказывается, она есть. И в ней буквально каждый чаптер, это две-три страницы и очень коротко и очень ясно описывается каждый такой байос, каждая такая предвзятость. Ну вот я ее сейчас читаю и обещал ее подруге отдать и я такой, ладно, дочитаю пока подруге не отдал. А, вот. Да, ну когда ты мне рассказал про нее, я сразу ее купил. Потому что я тоже надеялся, такая книга будет. Потому что мне кажется, это одно из самых важных вещей. Это, я не знаю, может сэкономить, я не знаю, огромное количество денег. Если вот одну главу может прочитать, предвзятость одну хорошо осознать, это может твою карьеру и жизнь вообще в другую сторону ввести. Ну confirmation bias, он везде, ну первое, о чем думают, это национализм, да. Если ты думаешь, там, эта нация, там, скажем, хитрая, каждый раз кто-то что-то делает, такое хитрое, а, они хитрые. А когда они делают нехитрые вещи, или когда другие нации делают хитрые вещи, это просто фильтрует у тебя мозг. Или некоторые, ну допустим, я такое слышал, что человек видит, что на часы смотрит и видит один-один-один-один. О, прикольно. И потом, в следующий раз видит, там, я не знаю, 20-20. А каждый раз, когда этот человек смотрит, там, 20-30, 13-20-17, мозг просто фильтрует. А когда вот так просто смотришь, 20-20, у тебя мозг смотрит, да. Думаешь, а, может, у меня что-то необычное, да. Что я всегда, когда смотрю на часы, у меня 20-20. Такая вещь, и confirmation bias, он опасный, я уверен, он как бы у всех есть, и всегда как бы очень опасно, как бы, если что-то убежден, то ты еще больше начинаешь быть убежден, я уверен, да, сейчас вспомню. есть какие-то примеры именно, которые могут человеческую жизнь сильно поменять? Ну, именно confirmation bias, ну, да, ну, примерно, на самом деле, все вокруг нас, но они, их тяжело вспомнить. Ну, добрый, гороскоп. Я очень не люблю гороскопы. гороскопы это просто confirmation bias, прям, сразу. Говорят, вот, там, овны, они такие упрямые, там, и каждый раз, когда этот упрямый овен, и я вот, меня это что бесит, когда, типа, вот, я с этой девушкой не смогу, потому что она там, близнецы, или стрелец, и ты начинаешь видеть вот эти черты, которые, типа, для стрельцов, и ты с этим человеком просто потом не будешь общаться. То есть, вот, это реально на жизнь меняет, жизнь меняет человека, вот, глупость. Я сам гороскоп верю, поэтому мне он так не нравится. Когда я сам во что-то верил, а потом не верю, я потом, у меня более сильная реакция. Допустим, если кто-то верит в это, что земля плоская, просто мне смешно, у меня нет эмоциональной реакции, а вот гороскоп, у меня эмоциональная реакция, что меня все это время обманывали. Да, confirmation bias очень мощный, На самом деле, confirmation bias можно там, каждый, каждый день видеть, там, не знаю, сто раз, мне кажется. Ну, вот, в книге, кажется, он называет confirmation bias, это типа, mother of all biases, типа, все остальные biases, примерно можно к нему свести, ну, или они основываются на нем, или очень похожи, на самом деле, так и есть, кажется. Да, эта тема очень крутая, а ты, я эту зомби не читал сначала? Нет, я не читал, но я слышал про эту книгу, кажется, да, я же ее скачивал, может, прочитал пару глав, но будем считать, что не читал. Элиазар Ятковский, это зомби, там тоже, там, пытаются бояться, разбить, категоризировать, да, очень, очень прикольно. Про книги, еще, может, скажешь пару слов, какие книги, ты читаешь? Ну, с книгами у меня интересно, у меня бывает момент, когда я много читаю, потом бывает месяц, когда я вообще не читаю. Интересный момент, который я недавно подумал, ну, не сам даже у кого-то увидел, я понял, что книги, вот, ты читаешь, они очень классные, а потом, ты просто забываешь, что там написано, буквально через несколько месяцев, через год, ты примерно помнишь, про что книга, примерно помнишь, что она тебе понравилась, или не понравилась, но ты очень забыл, там, про что она конкретно, и, может быть, говорят, у тебя в мозгу что-то откладывается, все равно, после каждого прочтения, даже если ты забыл, или ты, самую важную вещь запоминаешь, но как-то все равно странно, особенно, ты перечитываешь книгу второй раз, ну, или пролистываешь, и ты такой, блин, я эту книгу недавно читал, но я не помню, вот это вообще не помню, как будто первый раз вижу, как-то странно, и я начал последнее время больше думать, чтобы делать notes для книги, то есть, ты читаешь книгу, и, либо выписываешь какие-то маленькие вещи, из каждой главы, как читаешь, либо читаешь, потом перечитываешь еще раз, ну, быстренько, и что-то выписываешь, но суть такая идея в том, что ты эти notes делаешь, и, если ты хочешь второй раз книгу перечитать, то ты ее не перечитываешь, ты перечитываешь эти notes, и это у тебя занимает, ну, 5-15 минут, и их должно быть достаточно, чтобы всю книгу, ну, не читать второй раз, и хорошо вспомнить. Ну, вот я начал такие notes делать, это очень мне нравится, и очень классно кажется, но чуть-чуть тяжело идет, ну, я начал на своем сайте их выкладывать, но в основном для себя, если, может, кто-то хочет прочитать, то может прочитать, и, ну, теперь классно, я вот, например, знаю, что, вот, я там 5-6 книг пока выложил только, и, я их перечитывал notes, и я вижу все, я теперь хорошо помню, про что эта книга опять, и мне не надо ее читать. Ну, и, в общем, я сейчас как-то стараюсь именно к такому приходить, чтобы, пусть даже меньше читать, но больше notes записывать, или что-то такое делать, чтобы больше синтезировать и откладывать информацию. Ну, блокнотс у меня пока на своем сайте, ну, точнее, там и будут, наверное, на это меня, наверное, больше всего инспарил такой чувак, его зовут Терек Северс, и у него есть сайт, ну, северс.торг, и он там тоже такие notes делает, и у него там нос на 250 книг, и, ну, очень круто. мне еще одна книга, которую порекомендовал, а ты мне ее подарил же. Да, Да, спасибо, что ее подарил мне, ее сразу прочитал, я, там, маленькая вообще книга, поэтому, я так много не читаю пока что, но, да, очень мне понравилось, ну, о предпринимательстве, говорит, сайт был CD Baby, диски продавал, но очень, очень классно, очень простым языком написано, и straight to the point, конкретно говорит совет, и пример о совете, да, это одна из моих любимых книг, наверное, теперь, именно, очень такая простая, нет такого, что, типа, вот, мне нужно написать 300 страниц, да, и что бы написать, часто я чувствую это, а вот у него, я просто хочу сделать хорошую книгу, свои знания передать, вот, неважно, даже если она будет маленькая, да, Дерек Сиверс, прикольно, да, про Space Repetition, ты, наверное, слышал, да, ты не пробовал эту технику? Space Repetition, я что-то такое слышал, но напомню еще раз. Да, есть такой, один человек, его Майкл Нилсон зовут, он много книг написал, очень интересных, про машинное обучение, нейронные сети, про квантовые вычисления, и он очень интересуется темой памяти человеческой, он говорит, что очень помогает, ну, судя по исследованиям, Space Repetition, это когда, допустим, я выучил слово на испанском, там, не знаю, мухер, там, женщина, и вначале оно мне показывает, копируется мухер, можно, там, карточки, есть приложение, Anki называется, A-N-K-Y, приложение показывает, мухер копируется, и там говоришь, женщина, ведь вначале показывают очень часто, но если ты правильно угадываешь, оно реже, реже, реже показывает, если ты забываешь постоянно какое-то слово, на испанском, оно его чаще показывает, и таким образом, тебя глубже в память уходит, вообще говоря, так можно делать тоже, если ты в новую команду пришел, если ты хочешь, чтобы тебя кто-то запомнил, ты вначале чаще появляешься, можешь чаще здороваться, а потом можешь уже меньше, вот это вот начальное время, очень важно, а потом дальше, 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 и тогда память больше фокуса на это делает, вот, и они сейчас эксперимент сделали, книгу по квантным вычислениям, сделали в этом стиле, где они, ты книгу читаешь, потом тебе задают вопрос о прочитанном, если ты неправильно отвечаешь, то тебе еще раз надо будет читать, и если ты правильно, то ты дальше, но тебе потом через какое-то время опять задают вопрос про первую голову, если ты правильно ответишь, то в общем, смысл, что они, эта книга такая вот, очень интересно, динамическая, это такой эксперимент, ты рассказывал эту эксперимент, да, коротко, но я сейчас больше про это знаю, я много чего знаю о книгах, как-то вот именно фокуса их долго читать, пока что у меня с этим сложность, вот, да, Дерек Сиверс, ну, еще такая вещь, насчет запоминания, ты мне тоже, третью книгу, которую ты мне посоветовал, которую я тоже сразу купил, это «Thrillion Dollar Coach», триллион, это сколько, триллион на русском, триллион, так будет, кажется, про, расскажи лучше, что я могу долго говорить, да, это очень классная книга, она вышла два месяца назад, ее написал бывший SEO гугла Эрик Шмидт и еще пару людей, там рассказывается про Билла Кэмпбелла, я про него до этого вообще не слышал, но теперь я вообще не понимаю, как я про него не слышал, Билл Кэмпбелл, это такой вообще интересный человек, он, к сожалению, умер три года назад, кстати, поэтому книга и появилась, когда он был жив, про него хотели написать книгу, но он не хотел такой известности, или говорил, ну, не стоит такого делать, но он был сначала футбольным кочем, сначала футбол играл сам, потом был футбольным, американского, да, американский футбол, а потом он перешел в тех, был CEO Интуит одно время, потом он ушел как в отставку, но он стал таким кочем, но уже для всяких менеджеров, executives, больших компаний, и его список послужной, на самом деле, просто нереальный, там, он был кочем у Стива Джобса, был кочем у Сергея и Ларри, которые Google основали, был кочем у вот Эрика Шмидта, бывшего CEO, у Сундара, текущего CEO, был кочем там у Facebook executives, у Apple executives, у там десятков фаундеров различных стартапов, и получается, силиконовую долину, там, не знаю, практически все знают, и особенно такие хай-менеджеры, и он был просто ментором у каждого. И вот при нем написали книгу, и его основная фишка была, то, что он был как кочем, но его никто не считал как, не знаю, там, кочем в традиционном понимании, или просто кто-то, кто тебя учит. Он был, по сути, твоим другом. Ты приходишь, и он тебе по-дружески говорит, там, почему ты сделал так, почему ты сделал так, и что ты думаешь, там, про это, мне кажется, у нас здесь проблема. И он буквально со всеми так работал на каком-то человеческом уровне, все его просто нереально любили. И он очень много помог в очень ключевых решениях очень многим high executives. И вот почему триллиант доллар коча называется. Получается, он был тренером у Стива Джобса, у Сергея Ларри, у еще кучи компаний. Если все эти компании сложить их market value, то получится там даже больше триллиона на самом деле. И на самом деле это просто нереально. И вот такой человек, причем он даже с этими людьми не общался о технической стороне вопроса как им нужно. Он же не программист был. Он в этом кстати соображал, когда он был до этого CEO в других компаниях, но он не лез как Apple делать iPhone или Google. Но он больше говорил как у тебя как ты сейчас чувствуешь, какие у тебя проблемы, как у тебя складываются отношения с другими людьми или советом директоров или с другими executives. И он более работал над такой интерперсональной динамикой, как общаться с другими людьми, как составить отличную команду. Может кого-то стоит уводить, может кого-то стоит нанять. И просто вот это очень на самом деле интересно, потому что казалось бы высокие технологии, хай-тек стартапы, но именно такие человеческие отношения они очень сильно решают даже на самых высоких уровнях. в том, из получается таких секретов был «Кремниевая долина», это Билл Кэмпбелл. такое ощущение. Да, вот очень много психологически он всегда советовал начинать встречи с такого типа «Что ты делал на выходных?» Да, кажется, ты время тратишь зря, но на самом деле это очень важно. Ты помнишь, что это все люди, и ты не просто дружишь, но они такое слово говорят «любовь». Ты любишь своих коллег, но такая дружеская любовь. «Как ты друзей любишь», и он старался, чтобы все туда шли, очень откровенным был. Если кто-то в чем-то был слаб, или сайт кто-то плохого сделал, говорит «У тебя сайт беспонтовый». Но он это говорил с любовью, и все знали, что он этих людей очень уважает, любит, поэтому он мог себе такое позволить, правду матку, так сказать. Потому что большинство людей тоже здесь слишком политкорректные, аккуратные, хотят все-таки позитивное, дружественное сказать, а иногда нужно сказать «правду матку» Ну как очень хороший друг, мне кажется, он мне кажется, смог для многих друзей стать. И он коучил, я так понял, не только конкретного человека, как CEO, а прям всю команду. он всей команде помогал, он знал, что происходит, это очень интересная инновация сама по себе. Ну на самом деле он же с футбола, и как раз в футболе ты или в любом спорте командном ты тренируешь именно всю команду как единое целое. И кажется, он это и привнес один из первых таких больших тех компаний. Вообще одна из вещей, которая надеюсь в Сентуальной Азии и в других странах поскорее развиваться это коучинг. Потому что ну вот например только буквально вчера был на встрече там CEO были очень успешно компанией GitLab например знаете может быть программисты и почти все трое двое из троих сильно посоветовали коучей. Ну как бы если компания может быть человек 10-15 уже они говорят коучи желательно. Они говорят если ты сможешь себе позволить коуча бери коуча они очень сильно эмоционально об этом говорили потому что большинство сложностей это уже психологические даже технические сложности если ты психологически мотивирован ты технически выучишь то есть в итоге у меня такое ощущение что возвращаются психологии и хороший коуч он очень хорошо знает психологию и я так понял не обязательно сильно глубоко технологии знать после этой книги как бы ну вот он был супер именно понимание психологии человеческой как на нее влиять да и другая вещь которую я думаю это психологу пойти психиатру может даже мне кажется ну у меня таких особо проблем нет даже в нормальном состоянии я думаю это тоже полезно если можно себе позволить тоже с точки 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 селф импровмента я вот это следующая хочу с психологом пообщаться потому что да мне кстати одна девушка Катерина сама ты такую сессию мини сделала такой коучинг и я начал просто говорить про то-до листы она начала вопросы задавать и копнули мои отношения с мамой с отцом очень глубоко ушло на самом деле это все связано такие там взаимоотношения в детстве что-то не так а ты сейчас здесь хочешь там я не знаю книгу прочитать или там вечером спать вовремя лечь это как-то связано и мне кажется хороших коуч они это прям осознают и сложно вот эти проблемы чинить если изнутри вот такие подводные есть на подкасте не будет видно как я руками размахиваю но внутри есть ли подводные какие-то не подводные подводные течения есть сверху сложно на поверхности что-то просто поменять да и вот это одно из вещей которые я больше начал думать это вот коучинг психолог психолог психиатр может даже интересно многие здесь психиатры есть но они об этом не говорят если ты близок с ним знаком интересно вот насколько знаю в Америке ну не в Америке есть тип психологов которые вообще не говорят про детство это такое клише что все проблемы идут с детства я на самом деле не знаю как я к этому отношусь наверное это в какой-то части правда но я боюсь что многие психологи например слишком много это используют или слишком у них подход на это ориент но на самом деле это интересная тема я вообще не разбираюсь что и как на самом деле да надо упомянуть это просто в моем случае я конкретно сам вижу эту закономерность ну да некоторые психологи мне кажется по-моему это считается уже больше как старый метод психологии это вот именно типа а все все это с детства или как Дима Де Фрейд а все это секс и вообще психология такая вещь мало кто знает обычно что есть такая проблема это replication crisis нет о расскажу replication crisis очень длинное интервью все это выражаем replication crisis пытались когда психологические исследования повторить в других университетах многие не получались и в итоге норвежец один он презентацию делал он был в той группе в которой они пытались все исследования повторить как есть и в итоге где-то около 30 только они смогли повторить а там такие очень корневые исследования допустим если ты улыбаешься у тебя поднимается настроение вот это да как бы я про него слышал я верю в это да если ты улыбаешься поднимается настроение оказывается не реплицируется они очень много пытаются повторить не повторяются и там есть статистическое объяснение этого феномена потому что если ты делаешь исследование где люди улыбаются и ничего не происходит ты просто не публикуешь а если происходит у одного из ста то про это все новости пишут но это же confirmation bias и там еще это не знаю это survivorship bias там несколько bias сводится к confirmation bias и психологии особенно большие проблемы с этим и сейчас поэтому нужно мозг вообще свой перепрочистить потому что много такое ощущение что много вот этих заключений они основаны на вот этих старых исследований которые на самом деле неправильные replication crisis очень интересная тема вообще как наука наша работает нужна наука 2.0 какая-то где журналы по-другому работают через сто лет будут смеяться как вот мы смеемся там алхимия была или там еще что-то делали глупые вещи то же самое будут смеяться над нами как у нас наука работает сейчас да это будет смешно на самом деле я и сейчас это вижу я думал одно время пойти на PHD но почему я не пошел на PHD потому что ну одна из причин я вот посмотрел как люди делают research и все это так заточено под то чтобы опубликоваться в каком-то хорошем журнале это на самом деле отдельно большая такая проблема ты пишешь пейпер какой-то и ну не просто делишься своими знаниями а тебе нужно именно правильно его отформатировать пройти в какой-то журнал подождать несколько месяцев и очень часто ну реально крутые исследования есть но очень часто они более оптимизируются под журналы или как бы написать так чтобы тебя заметили и взяли в журналы или давайте напишем а потом подождем 9 месяцев пока журнал мне ответит и это вроде нормально ну я понимаю с одной стороны почему это работает но мне кажется эта система тоже так нереально устарела и в ней очень много минусов про это я тоже думал стартап я думаю там несколько вещей можно тоже сделать да ну да replication это прикольная тема да можешь еще может быть нам напоследок рассказать еще один последний может быть какую-нибудь такую вещь которую ты делаешь в области самоулучшения саморазвития которые которые другие в том числе мне и самому интересно было бы попробовать ну тут интересно у меня на самом деле нет таких что-то я делаю каждый день или там каких-то ритуалов на самом деле у меня наверное все плохо с этим я поздно встаю или мне тяжело рано вставать или тяжело что-то постоянно делать но за годы я наверное понял что единственное просто единственный фактор который решает в том добьешься ли ты успеха в чем-то или нет это очень просто звучит и очень тупо это просто сколько ты часов на это тратишь совсем там неважно правильно ли ты занимаешься или неправильно у тебя крутые там менторы или какие-то крутые технологии или еще что-то просто вот если тебе что-то нужно нужно это делать очень много ну вот например у меня с олимпиадами в принципе в университете все неплохо было и я вот думал типа как я к этому пришел я помню на первом курсе университета мы занимались пять часов в субботу пять часов в воскресенье каждый выходной с первого курса уже? именно на первом курсе потом как-то полегче стало ну и плюс на буднях еще часов пять сам занимаешься и ты вот такой думаешь типа наверное ты там может что-то так решал или с кем-то общался и поэтому ты прокачался но потом ты думаешь если ты чем-то занимаешься пять часов каждую субботу и воскресенье и потом еще пять часов по будням пятнадцать часов в неделю и реально стараешься то это самый главный фактор который решает можно очень умных людей знать или в крутой университет ходить или еще что-то делать но если ты занимаешь там пару часов в неделю то просто это не работает и с интервью у меня то же самое я у меня с интервью было очень много подходов я с людьми общался очень много чего читал пытался узнать как правильно делать но потом я посчитал я потратил на подготовку к интервью наверное триста часов за три месяца то есть сто часов в месяц плюс ты еще работаешь каждую неделю сорок часов плюс двадцать пять часов в неделю на интервью тратишь и это очень много времени и и там уже даже не важно допустим я какие-то неправильные методики использовал или что-то не так делал но именно такой объем времени он и привел наверное к успеху и мне кажется совсем совсем что ты делаешь так вот ты на гитаре играешь там да там тоже есть много правильных техник как чему лучше учиться чему лучше не учиться там учитель может очень важен но если ты не играешь на гитаре там по два часа в день по три часа в день то ты наверное никогда не станешь там world class musician очень все просто и если вот у всех спросить там музыкантов они наверное и до сих пор играют там по пять часов которые такие самые лучшие музыканты в мире ну и то же самое про программистов программистов да про кого угодно они конечно все это делают эффективно но самое главное это просто сколько часов они на это тратят и насколько я понял это вот самое важное интересно поэтому мне так хорошо получается спать я уже профессионал мне кажется могут платно это делать окей окей супер ну спасибо большое что пообщался спасибо тебе спасибо что позвал на интервью на самом деле очень классный формат надеюсь что ты будешь и дальше так продолжать и будет очень интересно послушать твое общение с другими людьми потому что ты один из таких немногих людей которые очень много интересных людей ну именно может там с Казахстана с Кыргызстана знают и у которого еще есть желание и опыт записывать вот такие видео и подкасты извлекать какие-то знания или тайны и на самом деле очень классно появиться в твоем шоу и будет очень классно увидеть как это дальше развивется спасибо большое спасибо за поддержку надеюсь это будет полезно всем это дело потому что мне просто нравится еще много но еще больше узнаю о собеседниках о себе тоже окей супер спасибо спасибо всем за внимание всем спасибо пока